дорогие друзья хотелось бы поделиться с вами записью своего боя которую я называю пузанчики и мохнатики это у нас королевство огров это у нас боевое стадо одноглазов приступим к просмотру бой что называется танковым языком не унылая кустарная сиделого а бодро танковая рубилова со стороны мохнатиков у нас просто power фэнтези для фурей у нас моргур стенидар горгон два кровавых мин тавра и бести горы разных сортов но все тяжелые вооруженные с нашей стороны здесь у нас какие-то гоблиноиды и кошечки прибившиеся к плотным толстым мужичкам которые хорошо кушали поэтому предпочитают то что потяжелее как настоящие бруталы мы заняли оборонительную позицию вот тут но лесовички нас удивили хотя почему бы их и не сделать они побежали вот сюда вот так вот дружные ребята бегут оценив ситуацию мы решаем немножечко перебазироваться и отважно и храбро обороняться вот тут вот так и вот так я выбрал пушкарей у нас есть вот такие вот свинцы плю и вот свинцы плю и раз свинцы плю и 2 посмотрите какие большие петарды они собой принесли не дождались ребята нового года во главе у нас тиран это почетная должность других правителей нету только те кто завоевали трон и сожрали предшественника возможно наоборот а возможно сожрали предшественника вместе с троном потому что огры едят все даже камушки это у нас терраборона свежемобилизованная пока еще не отъелись возможно никогда не успеют они у нас будут осуществлять оборону вот здесь если присмотреться то противник пойдет вот сюда пардон вот так да обратно они будут убегать возможно чуть попозже вот это кавалерия клыков скорби к лыке скорби если присмотреться это плод греховной связи rockstady rockstady и бибопа возможно еще кошечка 3 замешалась на наверное все таки здесь больше кошка и rockstady потому что бегемотики или носорожики в меньшей степени виноваты у них очень большие рубила они предназначены для порубания в капусту имена особо крупные дичи и это крупная дичь себя незамедлит ждать так отважно засев на холмике котят мы перегоняем вот сюда предполагая что где-то в кустах сидит кавалерия некоторые особенно хитрые глобнары вообще перенесли на другой край просто чтобы были чтобы если что противник набегая наступил на них споткнулся и упал моргур тянедар под веселой гиканье с криком я тут самый храбрый уже бежит на нас наш тиран тем временем толкает видимо вдохновляющие речи своим пацанам так соответственно кровавые быки особенно отожравшиеся минотавры уже бегут по ним идет пальба это очень сильные кровавые быки отряды но мы решаем его 3 праздничным салютом петарды заряжены и готовы заодно достается даже в большей степени может и алибордистом можно увидеть как снаряды рикошетят от луба минотавра заставляя его о чем-то подумать но это зря думать мы их он не хочет зато хочет вцепиться в задницу свинцеплю им что и делает горгона тем временем понеслась навстречу отряду который предназначен именно против нее альбучара тем временем прогрызает свинцеплюев наш тиран кстати говоря возомнил себя бессмертным или бэтменом и поэтому решил порубиться один на один он принял на себя основной удар это судя по всему призывные от роде хаоса но какая к черту разница может оторвать кусок и сожрать получится прямо на ходу пушкари вообще никак не смущает наличие тирана и он уже наполучав от своих и чужих начинает подозревать что лучше отсидеться в кустах однако минотавры тоже прорежены тем временем горгон уже ополовинен и продолжает долбаться с мутантами котятами тиграми тиграми кабанами переростками за ними мы бегаем следом алибордисты возвращаются бычары продолжают доказывать что они здесь главные качки но однако пацаны с пырялами особенно людоеды это не прозвище это кулинарные предпочтения с ним бьются раз на раз отродья хаоса постепенно распадаются и напины вают какой-то мелкой твари кстати да биг босс постепенно валят но никто не хочет его спасать кому он нужен нового найдем тем не менее даже успевают подстрелить пару минотавров мне кажется они стреляли по биг боссу под шумок попали случайно в минотавра простите пацаны минотавры тоже колеблется тем временем вот эта зеленая козлина моргур тени дар возомнил себя просто суперменом и рубится раз на раз вот с этими славными парнями железные кулаки железные кулаки это потому что у них такие перчаточки на руках то ли щиты то ли что ходячие куски мяса и минотавр продолжает творить свои бесчинства горгон бросил все и рубится уже вместе с быками на одном фланге котята кабаны от него не отстают здесь у нас идет веселая рубилово здесь пушкари под шумок пытаются отстрелить задницу бестигором с алибардами и кажется у них это получается здесь свинцы плюя чудесным залпом сносят половину своих людоедов железными кулаками однако и быкам кажется что то там прилетает тем временем горгон перестает чувствовать себя крутым и пафосным и кажется решает отступить снаряды продолжают заливать все кося своих и чужих но ведь на том свете разберутся правильно кабанчики бросаются в погоню за горгоном но получив по жопе от своих внезапно пугаются и так центр практически опрокинут остался один минотавр моргур тенидар чувствую себя бессмертным продолжает рубиться в центре давайте посмотрим что он там чем он там занят здесь людоеды бегут на помощь пощипать бычка там снаряды продолжают попадать в жопу горгону здесь у нас моргур все еще бодр испытывает поистине нездоровый оптимизм в общем-то расстрельный комитет свинцы плюи решили подбежать поближе стукнуть по голове моргура своими пушками однако не получается у них как следует прикоснуться к священной тушке огорченые отступают подальше решая выместить злобу на своих и на чужих проредив всех как следует кстати кабаны которые получили по попе одумались и теперь стремятся оторвать кусочек от минотавра однако вряд ли они успеют минотавр уже очень нехорошо эти браконьеры тоже выходят на стрелковую позицию понимая что дичь же стремительно заканчивается охотничий сезон в общем-то тю тю ухты потрошители хороха все еще тусуются на краю так что у нас здесь кто-то так тер оборона почему-то испугалась шквального огня от своих решает отступить это преступно как можно бояться стрельбы от своих ведь они же сразу отправятся в рай а вот вражины просто сдохнут тем временем моргур тенидар господи где ты маленький я тебя почти не вижу получает уже и говном и палками и дубинками место на голове просто не остается и тут внезапно очередные гноблары чувствуют что пора а моргур понимает что он один и кажется пора удирать собственно бой закончен и и и и и и